и так дамы вот они размеры катастрофы которые я притащила домой значит сразу хочу сказать вы должны понимать мы не закупаемся так каждую неделю и даже не каждые две не даже каждый не даже каждый месяц а потому что значит ситуация такая что сейчас к нам приезжает сын из университета на каникулы а он мальчик 20 лет и он хорошо любит покушать и в общем он такой спортивный худощавый я вообще насчет вот это вот хелси и ппп и вот это все я как бы отношусь к этому нормально но без фанатизма и что касается меня это одно то что касается моих детей они подростки они очень худые стройные парни с хорошим метаболизмом и пусть получают удовольствие от еды пока это возможно но опять же еще раз повторюсь это в основном вот это вот все происходит потому произошло вернее потому что мы сами довольно мало с мужем едим и младшенький у нас тоже не едок а старший вот сейчас приедет и он любит покушать и он такой основательный мальчик и значит что хочу сказать здесь много вот такой всякой замороженной еды я вам сейчас потом покажу поближе но дело в том что я надеюсь что если он даже все не съест пока он будет у нас тут гостить я думаю что недели две а то и больше то он возьмет с собой университет у него есть холодильник там в комнате где он живет и маленькая маленькая кухонька не в его комнате а на этаже где он живет общее для всех так сказать ребят которые живут живут на этом этаже и он в принципе может там что-то разогреть там есть духовка в общем так что я думаю что это не пропадет ну все давайте смотреть значит все в таком вот знаете не беспорядке никакого порядка все очень так сказать сейчас попробую как как это снять чтобы показать получше и буду не знаю цены озвучивать не буду только могу сказать что вся эта закупка стоила 375 долларов включая там я потом купила себе там кое-что и не из еды поэтому вы должны понимать что это не только это но в основном конечно еда окей давайте начнем я начну с полезного чтобы не шокировать вас очень сильно ну скажем не то что спать не с полезного а с невредного да потому что значит я боюсь что я вас сильно напугаю своими своими закупками мне уже тут много вещей которые надо положить в морозилку и это все начинает таять поэтому давайте быстрее ну так значит ананас ну чё-то ананас и ананас ананас мы покупаем довольно часто и это не в честь приезда сыночка а просто потому что он это дело любит и мы все это дело любим значит две коробки ягод вот такая вот малина и черника очень люблю малину и чернику и с удовольствием ем и это вот в общем основном для меня и из еще полезного вот такая вот упаковка маленьких чешей помидорок я тоже в основном покупаю для себя поскольку в этом магазине там все в таких вот больших упаковках то я купила вот такую целую упаковку с удовольствием знаете я их ем просто как как когда хочется пожевать я мою себе эти помидорки и кушаю вот ягоды точно так же потому что в общем ну как бы калорий мало вкусно люблю я овощи люблю фрукты нет фрукты не люблю ягоды и овощи фрукты как раз и не люблю да кстати в этой закупке нету молочного нету фруктов практически вообще нету овощей чуть-чуть только заморожены потому что это такой магазин на самом деле видите тут все в таких огромных упаковках это магазин костка я помню уже говорил и за фруктами и овощами мы ездим другой магазин также молочная забыла купить кстати молоко нам нужно больше молоко и вообще ничего здесь нет молочного потому что в этом магазине тоже там огромные упаковки нам это не нужно вот это все вот такое знаете то что не портится или то что у нас очень быстро съедается это как например вот вот помидорки или ягоды то значит мы купили вот это кстати чек вот сумма 375 40 магазин вы нами все про него знаете официальный магазин все все продается много в больших упаковках давайте будем смотреть дальше степенно убираю то что я показала потому что иначе я здесь не размещусь и не смогу ничего толком снимать значит из полезного же вернее из невредного я купила упаковку такую порезанную почищенную я лентяйкой поэтому можно покупать целые такие головки с ножками ли я покупаю вот так потому что потому что мне так легче мне так удобнее и я не нужно меньше времени тратится да она конечно стоит дороже чем просто брак или но я хочу сказать что когда покупать брак или покупать его на вес и вот эти ножки которые вы отрезаете вы за них платите потом вы выбрасываете так что в принципе это еще вопрос что выгоднее еще я бы я бы поспорила с этим и еще значит я купила бруссельская капуста бруссельская капуста значит я тоже для сына своего я их тушу вместе брак или бруссельскую капусту я посыпаю там разными специями в маслице и в общем делаю это в духовке он это очень любит ну и сама я не против такой поесть так из овощей я еще вот покупаю себе такую вот большую упаковку замороженных овощей тоже в этом магазине здесь очень приятный состав значит вот тоже брак или потом какие-то фасольки морковочка перчик грибочек еще какие-то штуки разные вот эти что я даже не знаю что это в общем короче она очень большая замороженная я хочу сказать что замороженные фрукты и овощи они абсолютно не теряют ни капельки своей своей полезности ну так я слышала во всяком случае и поэтому я покупаю в эту большую упаковку закидываю в морозилку потом из нее могу сварить суп могу я тоже потушить принципе я сама это очень люблю поэтому вот покупая ну и дети иногда идет по настроению так из хорошего полезного что я еще купила значит это рыба и куриные куриные грудь 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 значит рыба этот траут форель я не вынула из мешка потому что я хочу так поставить холодильник форель здесь есть цена все остальное цен нету искать это очень долго и я думаю что особо вам что это не интересно значит вот форель это стоит здесь почти здесь больше немножко килограмма стоит это 24 65 долларов канадских и за килограмм 23 доллара 2299 это мешки знаете в магазине я брала в магазине вот есть такой сверток мешков специально чтобы класть рыбу мясо и они такие знаете видите они необычные мешки они специально сделаны это это биологические мешки которые в принципе растворяются они не остаются природе через какое-то время и то же самое значит это курица эти большие упаковки но это удобно потому что у нас курицы у нас очень любят много едят и это куриная грудка без косточек без без кожи уже почищенные все вот так вот вот просто ешь стоит здесь значит почти два больше двух килограмм 20 88 а килограмм стоит 13 долларов и нас не чекен брест так из более или менее полезного это орехи тоже в этом такими большими упаковками это almonds almonds это миндаль и вот это грецкие орехи я грецкий это и другое он это есть и тоже вот такими большими покупками мы покупаем если честно я обожаю миндаль и в нем довольно много калорий как бы сколько значит здесь получается 160 160 калорий на 30 грамм это много это много но он вроде бы считается полезным из тех орехов самый полезный наиболее так скажем полезный и поэтому я его еще себе позволяю кушать конечно могла бы его надо съедать там не знаю 5-10 штучек я если беру так я уже знаете жмею жмею такую большую вот но тем не менее грецкие орехи тоже считаются полезными тоже очень калорийный жирный я их просто не люблю у них какая-то горечь такая я не очень я отнесла это к полезным все таки орехи это не вредно так яйца ну как быть лишь полезно но это не вредно яйца это еда еда вот такими вот большими упаковками мы покупаем яйца по 30 штук вот такая вот целая целое такое подно яиц мы покупаем это когда приезжает действительно сын к нам в гости вернее не в гости он приезжает домой ну навестить как на побывку из университета здесь очень много мы столько не не можем съесть как бы нам это не нужно такое количество мы покупаем обычно по по 12 яиц как у нас это продается по дюжинам в Канаде вот такой вот вот такой поднос мы покупаем когда он приезжает потому что мальчик у нас крепенький он может съесть штук 5-6 яиц сразу помлет или там глазунью одним так сказать за один присест поэтому мы покупаем вот такими упаковками вот он сейчас приедет на две недели ему на недельку хватит а то и меньше так 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 что у нас тут осталось из не очень вредного это шоколадки сыр хлеб ну ладно окей давайте значит это гребешки замороженные ну это не очень вредная еда правильно да собственно у нас почти все тут не очень ну ладно особенно чипсы да чипсы пиццы но вот это неплохая еда это гребешки я их тоже делаю в духовке в общем разные есть рецепты это гребешки или это я можно правильно говорю это по-русски скалопс это гребешки по-русски поправьте мне я что-то не уверена девочки кто знает английский я не помню их по-русски название почему-то я их назвала гребешками но может быть я не права скалопс это может не гребешки в общем ну вот такие вот небольшой пакетик продается в замороженом виде в принципе где-то продаются наверное в сыру но то надо ехать куда-то в стороне специальный улюблен магазин честно говоря далеко и не охота так что покупаем за мороженое так что еще не очень вредного это хлеб хлеб ну хлеб он как сказать хлеб и хлеб это multigrain это ну знаете зернышко черный не черный а темный хлеб и мы все его очень любим я в том числе стараюсь его конечно не есть но это лучше чем просто белый хлеб в общем тоже хлеб ночное карбс ну вот либо циночек или я так что мы покупаем по 3 по 3 в этом магазине создается он такой по 3 буханки 2 я кладу в морозильник он замораживается прекрасно потом размораживается и в общем на завтрак тос мы делаем в общем вот такой вот он сто процентов whole grain ну в общем натуральные девочки простите не могу перевести правда этих всех названий не знаю по русски когда я жила в россии таких не было понятий понимаете я поэтому их как-то не освоила а уже здесь в канаде уже я их выучила по-английски над русским переводом как-то никогда не думала так получается что я не знаю не могу перевести полный whole grain полный зерновой полный зерновой есть такое слово есть такое сочетание я не выпендриваюсь не притворяюсь правде я действительно не могу вспомнить может быть посмотрю потом и напишу на видео так вот эта штука значит это не то чтобы очень полезно но и не вредно это салман сейчас опять салман это рыба салман это пришлось залезть google не могла вспомнить лосось салман это лосось правильно ну что же я совсем уже значит это норвежский 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 лосось он уже сделаны это хаваин стал это гаванском гаванской гавайском стиле совсем русский русский ушел английский не пришел а это салман гавайском стиле значит он продается в замороженном я сейчас не хочу открывать но он продается значит здесь пять упаковок он в таком знаете замороженные такие упаковки без воздуха и там продается вот это вот вот эти такие маленькие кусочки салмона уже в соусе и это очень удобно и просто нужно разморозить и вот его можно делать допустим есть несколько вариантов вот видите здесь два варианта его можно сделать как такой болт как как такую порцию добавляют немножко риса добавляют авокадо огурчик и вот этот вот салман и получается вот такая вот потом можно все это смешать можно кушать по отдельности палочками можно вилкой как хотите но он уже приготовлен он уже в специях и в соусе он очень вкусный вообще я вам хочу сказать что если вот у вас нет такого готового в принципе это можно сделать самим но мне гораздо быстрее такой вот уже готовое значит это если вы хотите это гавайский стиль гавайский стиль гавайский стиль соус соус гавайском стиле салман соусе гавайского стиля господи перевод очень корявый но простите а можно его вот так вот в рау сделать вот завернуть в такой видите рап этап или микс этап можно его завернуть вот такой вот тоже с рисом с каким-то там еще надо почитать что здесь что здесь есть это вот эти вот салман сласть кокомбер значит огурец речь рейдиш это чеснок хрен рейдиш это хрен а тоже авокадо и домами это такие это такие знаете как такие вот фасольки такие длинные зеленые а халапине это острый перец и тоненько-тоненько нарезанная морковка и вот это вот все завернуть вместе с этой рыбой в такой вот блинчик такой будет очень вкусно или возможно просто вот так намного проще я считаю ну кто как любит в общем мы это сделаем и сыночек любит а вот видите оно вот замороженные вот такие вот прямо пленки уже вот так вот такая вот когда вы достаете она вот такой вот . такой лежит в общем вкусно это очень вкусно так теперь прошла тяжелая артиллерия неполезных вредных продуктов ну что вам сказать я не могу назвать это очень вредным продуктом потому что это креветки вот такие вот большие уже приготовленные тоже в маринаде butterfly shrimp это бабочка шримп в виде бабочки ну то есть имеется ввиду что он знаете так разрезан и он разрезан и видите вот так вот на две части как такое филе получается он они идут он идет с этой кожицы и вот с этой розовенькой но не очень удобно как бы надо выколупывать значит здесь в упаковке 500 грамм 16 швимпов 16 швимпов 16 швимпов почему написано 16 слэш 20 и не очень понимаю но я думаю что здесь 16 они уже так сказать замаринованные готовые тоже к употреблению замороженные их надо вытащить просто из из этой упаковки и можно сделать на барбекю и грил то есть так сказать и можно сделать в духовке и можно сделать на сковородке с маслом как вы больше хотите я их обычно делаю в духовку вот они вот так вот выглядят мне не очень так аппетитно но поверьте мне что из духовки вы достаете их в таком вот виде розовенькие и еще к нему продаете вот такие соусы всякие видите здесь нарисован и такой соус специальный для них макать очень это очень вкусно очень-очень вкусно ну и опять же значит в принципе креветки это не такой уж вредный продукт это морепродукт единственное что ну все это замороженное то есть в этом смысле но если это хорошие продукты качественные то даже если они замороженные то в принципе ничего страшного вот ну вот так вот это вот так что у нас тут осталось а ну вот остались маслины оливки это значит зеленые оливки с такой фаршированная такой морковочкой внутри ну тоже я не могу сказать что прям уже вредная еда оливки соленая маринад да конечно это не самая полезная еда но как бы не торже с кремом да так что вот в принципе ничего страшного хотя ну так назвать ее полезной трудно но тем не менее овощи оливки тоже овощ правильно вот большие такие оливки очень я их люблю все у нас их любят именно вот такие с красненькими с морковочками внутри так еще я забыла я не могу сказать то что это из вредного это как бы это маслс ну вот ракушки с как это сказать маслс это устрицы устрицы да нет это не устрицы это ну в общем ракушки с начинкой при помощи гугла перевела что моллюски маслс это моллюски но я и не знаю честно говоря это устрицы но в общем короче это написано что это ой написано что их нельзя фриз а я их морозильник засуну надо вынать видите у меня уже замерзли надо в холодильник положить окей значит почему-то где-то написано что они голубые голубые моллюски живые моллюски живые моллюски написано life muscles живые моллюски ну тут они не живые конечно да ну в общем тоже мы их готовим варим там соусом с вином с белым в общем вкусненько тоже сынок любит поэтому купила так ну теперь пошла тяжелая артиллерия значит это креветки and vegetable tempura nest это как бы это креветки которые сделаны из из овощей зажарены tempura это deep fry это в глубоком масле зажаренные вот этот вот из овощей и они как бы являются подложки такой для вот этой креветки и креветка потом значит сверху лежит и это все нужно в принципе тоже все готово это написано что это аутентичный японский рецепт сделано руками есть еще значит соус для того чтобы макать это все специальный соус значит здесь 36 вот таких вот темпур с креветками они очень маленькие но в принципе довольно вкусно это тоже очень просто нужно просто вот в духовку положить их они они фактически уже готовы разогреваются и и все вуаля у вас готова японская еда не надо ходить в ресторан это очень вкусно но это не полезно по той причине что это deep fry это в глубоком масле зажаренные овощи это уже не полезно уже страшно калорийные в общем как вы понимаете но можно же иногда себе позволить тем более что я в основном это не ем это едят дети поэтому так дальше пошла колбаса ой нет подождите колбасы давайте пиццу пицца замороженная 4 штуки чиз только сыром без ничего сверху без всяких топпинг столько-только чиз чиз пицца только с пицца сыром так тоже любит на младший старший не не любит но нет это купила для младшего значит вообще хочу объяснить почему так много продуктов всяких морозилку которую заморажен замораживать надо и так далее я работаю девочки у меня работа каждый день я работаю даже то что я работаю с дома но я все равно должна работать значит мои пацаны когда хотят кушать они приходят на кухню достают вот что-то такое ставят в духовку хозяйничают тут сами себе готовят когда у меня нету времени когда у меня есть время я конечно готовлю не кормлю их этими всеми замороженными вещами но когда у у меня нету времени у меня очень часто нету времени я еще и блогер то то мальчишки мои вот хозяин что-то едят то что можно самому легко приготовить опять же может быть сыночка это все заберет с собой университет ему там как бы это хотя у него там есть милплэн то есть у него есть карточка с деньгами специальными университетскими которые мы туда переводим деньги а он там покупает в кафетерии он там может покупать еду но ему как правило там не хватает ему что-то там надо еще ему там все не то и не так вот принципе там питается но иногда вот ему нужно что-то взять с собой чтобы у него валялось там в морозилке и он иногда вот что-то это делает а в принципе это когда когда они дома все тут то это они тоже это делают потому что ну потому что когда у мамы нету времени то вот мальчишки питаются мальчишки кушать хотят каждый там полтора-два часа поэтому вот у них всегда есть что-то кушать так продолжаем продолжаем тему продуктов пошуршу немножечко это всякие такие знаете вот пастри из муки разный мучные такие булочки пончики в них внутри там всякие зависит от видите здесь 4 есть 4 вида это они есть с сыром и шпинатом с луком и швейцарским сыром cheese and herbs сыр и зелень трава какая-то и красный роста 3 пейперс энд чеддер это тоже сыр чеддер и красный роста перец роста дата ну печеный как бы запечен по-моему значит это все вегетарианская здесь 48 штук в этой упаковке это очень вкусно и такого же типа я купила вот тоже значит такие кишки что такие запеканочки так вот здесь такие значит маленькие запеканочки здесь 60 штук в каждой коробке я купила две потому что старший обожает эти штуки вещи я это все не ем девочки вы должны понимать что это все тесто это все мучное это все очень очень полезно для кавычках для фигуры вот но пацан 20-летний крепкий мускулистый здоровый ему как бы вот три раза в день мясо и четыре раза в день вот такой вот поэтому кстати он любит мясо он любит рыбу вот эту рыбу я купила будем делать курицу любит мальчик поэтому у нас такое разделение ну вот это вот опять же для для того чтобы быстро что-то приготовить ему вот положить в духовку и через 15 минут все готово очень удобно так что у нас тут осталось кофе такая большая банка он был на сейле я купила кофе и кофе это растворимый вы знаете что у нас пьют растворимый кофе это очень неблагородный очень так растворимый кофе но у нас есть кофемашин которые мы делаем кофейная машина который мы делаем керок знаете эти капсулы для кофе и когда иногда мы пьем растворимый по привычке мы люди советской закалки Когда неохота варить кофе Долго, значит, мы пользуемся вот этим Так, дальше Колбаса Это, конечно, позор покупать За спирамбики Копченую колбасу Но есть грех, опять же, младшенький любит Он худой, как велосипед И, в принципе, питается довольно Вот так Он любит курицу Он любит овощи сырые Поэтому, если он иногда Иногда один раз съест колбаски кусочек А здесь не на один раз, как вы понимаете Я обычно не покупаю такие упаковки Я просто в этом магазине все в таких упаковках Так я уже купила Большое, ну и Сами мы иногда можем Честно, открою страшный секрет Смолотить кусок копченой колбасы Тут не кусок, а тут и кислайсы Маленькие, тоненькие кусочки Ну, кальянская Вкусно, вкусно, девочки Что тут скажешь Так, сыр Это обычный сыр проволон Тут тоже его много Вот такая вот упаковка Я покупаю его, потому что в нем меньше калорий Чего в других сырах Ну и, в общем, я делаю тост Вот здесь, видите, он хорошо плавится Я кладу его на тост На хлеб И, значит, немножко в духовку Или куда-то Он становится таким мягеньким Ну или вообще его можно вот сверху На что-то положить Ну и мы его так используем И кушаем иногда И иногда готовим с ним Вот этот сыр Конечно, кто не любит бри Все любят бри Очень люблю бри Очень он жирный, неполезный В нем очень много калорий 100 калорий на 30 грамм Это очень много Но вкусно И, опять же, я не ем это сама В основном это едят мальчишки Он очень 28% жирности Очень жирный Вот такая вот Такая голова сыра У нас Вот приедет сынок И он, значит, любит это так порезать И Как это Как семечки Поклевать С пикинов семечки Вот такая вот Вот такие претцел Это такие солененькие Тоненькие Тоненькие Такие, как крендельки Их можно просто так кушать Их можно, вот видите, сверху положить Что-то Какую-то колбаску Или какую-нибудь рыбку Или что-то такое Это как такая Но это не полезная вещь Тоже, значит Это вот такая вот Вот такая вот Снэк Как это у нас называется Это, в принципе Вот Следующий мешок Чипсы Опять же Для младшего Который у нас Худой, как велосипед И который, в принципе Ест довольно полезную еду Иногда позволяем Мы ему там Колбасу и чипсы Потому что Пацан, ребенок Ну пусть ест пока молодой И, знаете, я считаю Что питаться этим не надо И кушать этого много не надо Но иногда Изредка вполне себе Можно позволить Особенно, когда ты молодой И у тебя хороший Хороший метаболизм Крепкий организм Не испорченный, так сказать Возраст То пусть ест на здоровье Дальше, значит Вот такая упаковка шоколадок Это черный шоколад Значит Я вообще должна была Это показать В полезных продуктах Потому что 72% черности Кофе Как это сказать Какао 72% какао Черный шоколад Продается вот в таких Вот больших мешках Большие упаковки И Знаете, вот они вот Такого размера Маленькие такие шоколадинки Что в этом хорошо? Вот если вы открываете Большую шоколадку Вы Открываете И едите ее Ну в общем А здесь получается Вот такая вот Маленькая шоколадинка Вы съели И день свободен И в общем Вы довольны Счастливы И вполне можете себе До следующей шоколадки И жить спокойно Ну в общем Это удобно Что она в таких Маленьких упаковках Много не съешь Но это швейцарский шоколад Очень хороший И последнее Мороженое Как же без мороженого Значит это Айскрим Мороженое Вот такие вот Интересные Маленькие Мороженки Кругленькие Я вам скажу честно Я купила это первый раз На пробу Мне интересно Потому что мы никогда Этого раньше не покупали А сейчас вот Сынок едет Я решила Побалую его И себя И всех вокруг Заодно Значит здесь есть Три вкуса Ганилы Ваниль Манго И трипл Чоколад Тройной шоколад Значит сколько здесь А 12 ванильных 6 манго И 6 Тройной шоколад Это значит 24 штуки Они вот такие вот Тоже маленькие шарики Не знаю Не пробовала Попробую Интересным не стало Потому что Вот необычно Такое мороженое То есть внутри мороженое Снаружи видимо Чем-то оно покрыто И захотелось Мне попробовать Посмотреть Это называется Моки Мочи Нет это по-французски Аля Крым Что это по-французски написано По-английски Как это называется Айскрим мочи Да Ну в общем Это по-английски Что здесь написано Это тоже Japanese inspired Это значит Воодушевленный Японским рецептом Который можно кушать руками Вот видите Мороженое Которое можно кушать руками Написано Вот эти шарики Можно взять в ручку И смолотить Японский стиль Интересно Попробую Так Поскольку в этом магазине Продается не только еда Но также Продаются витамины И вот разные Вот такие вот Предметы Обиходу Женского Значит Я еще купила Витамин D Я там покупаю Я из витаминов Ничего не пью Кроме витамина D Мне когда-то Мой доктор сказал Что все остальное Это Это Булшит Это Плассибо Это ничего не дает Единственное Что все должны пить Особенно в Канаде Где холодно Это витамин D И там продаются Вот такие две упаковки Витамина D В каждом Сколько здесь Таблеток 360 360 таблеток В каждой банке То есть Это 600 Ну в общем Это на два года Ну вот Я его пила Пила Он у меня закончился Я пошла Купила еще Плюс ко всему У меня пьет сын Когда приезжает У меня пьет муж Он пьет Он пьет в каплях Ну если у него кончат с каплей Он может пить это Значит Вот эти Вот я покупаю Там еще Я купила Так Меня мальчики не смотрят Но если вдруг смотрят Закройте глазки Два лифчика Это Кельвин Кляйн Там продается Вот это белье Кельвин Кляйн Там есть лифчики Трусики И Видите Он бесшовный Я купила В наборе Бежевый и черный Стоит это 25 долларов Две штуки То есть В принципе Это недорого И вот это вот Совершенно такое Без швов Удобное Без всяких там Кружев Без ничего Я очень люблю Без большого поролона Чуть-чуть Там есть Даже не поролона Просто Вот знаете Сами чашки Они такие плотные Из Ну из Не поролоновые А просто Из такой плотной Ткани Что они Как бы не делал Там не пуш Об какой-то Ничего Обычный лифчик Но в принципе Хороший И Вот это новая вещь Я решила купить На пробу Стоит это По-моему 15 долларов Три штуки Труселья Как Оля Говорит Из Финляндии Трузера Олечка Привет И значит Написано Что они Такие вот Высокие И утягивают Живот И мы проверим Я купила Размер Мидиум Потому что Здесь написано Что Здесь написано Что я Никогда их не покупала Но вот Здесь написано Что Размер Мидиум Это Размер Одежды 8-10 Я сначала Честно Хотела купить Ларч Хотела Но посмотрела Что 12-14 Ларч Размер Одежды Но я уж Никак Никак 8-10 Я даже 6-8 Считаю А здесь написано Что Мидиум Это 8-10 Поэтому я Решила Купить Посмотрим Посмотрим Как они Подойдут Или нет Ну не подойдут Так не подойдут Я купила Такие светленькие Там были Черные Еще Ну посмотрим Все хорошие Я куплю Еще Ой Я начала Со светлых И вот Написано Что они Утягивают Живот Посмотрим Так вот Они выглядят Такого качества Проверим И я вам расскажу Потом Обещаю Все Девочки Теперь уже Все На самом деле В общем Вот такой Вот у меня был Такой шопинг Продуктовый Такая большая Закупка И все Увидимся В следующем видео Надеюсь Что вам было Это интересно Любопытно Каким-то образом Все Люблю Целую Пока Пока Бай